За этими кадрами следил весь мир. 15 мая 1987 года состоялся первый запуск ракеты-носителя «Энергия», которая могла выводить на орбиту до 100 тонн полезного груза. Собрали ее на Куйбышевском прогрессе. Этот запуск стал окончанием космической войны между СССР и США, так как аналогов этому кораблю в мире тогда не было. Однако программу «Энергия» пришлось закрыть. Разработка ракеты сверхтяжелого класса оказалась затратной, а большая грузоподъемность носителя так и осталась невостребованной. В тот же день, 15 мая, но за 30 лет до этого, в 1957 году и тоже с Байконура, был произведен другой исторический старт. Дебютный тестовый запуск ракеты Р-7 заложил основу космического соревнования двух сверхдержав, в котором советские конструкторы сделали важнейший первый удар. Корабль продержался в воздухе больше полутора минут, а Куйбышев, где была собрана ракета, после этого старта стал космическим центром страны. Двухкопеечная монета, на которой написано 1957 год. То есть вот в карманах, в том числе и Куйбышевцев, в 1957 году лежали вот такие вот двухкопеечные монеты. И, собственно, наверное, из каждого кармана вот такую двухкопеечную монету в 1957 году государство достало, чтобы осуществить запуск вот этой вот ракеты. Удачная и надежная конструкция позволила использовать Р-7 в качестве ракеты-носителя. В процессе эксплуатации «семерку» постоянно модернизировали, что привело к появлению целого семейства ракет-носителей. Все пилотируемые запуски СССР и России осуществлены ракетами данного семейства, в том числе запуск первоискусственного спутника Земли и полет Гагарина в космос. А собирают «семерки» с самого начала и по сей день на Самарском заводе «Прогресс». Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.